Более 100 жителей нашего региона подали заявки на получение специальных выплат за работу во вредных условиях труда. Социальная помощь предназначена для двух категорий граждан. Работающих, которые будут получать свыше 189 тысяч тенге, и неработающие лица – 99 тысяч тенге. Однако это не вся сумма положенных выплат. Подробнее в нашем сюжете. С начала года в стране была внедрена новая социальная выплата для работников предприятий с вредными условиями труда. Обязательными условиями назначения помощи от государства являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее 7 лет. Мы делим работников, которые претендуют на этот вид выплаты на два вида. То есть это лица, которые на сегодняшний день работают на вредных условиях труда, и лица, которые на сегодняшний день не работают. Для той и другой категории граждан необходимо, как я уже отметила, высшее соблюдение условий. Работники, занятые на вредных условиях труда, без учета выплаты из ЕНПФ с 1 января будут претендовать на пособие свыше 189 тысяч тенге. И те лица, которые на сегодняшний день не работают, они будут иметь право на выплаты в размере порядка 99 тысяч. На сегодня, по данным ЕНПФ, в регионе функционирует порядка 300 предприятий, где их работники заняты во вредных условиях труда. Это почти 57 тысяч человек. В первую очередь, крупные наши промышленные предприятия, все мы знаем, что у нас Павлодарская область промышленный регион. Конечно же, компании алюминиевый завод, электролизный, КСП стиль, кастинг, ТЭЦ и так далее. То есть почти на всех крупных промышленных предприятиях есть работники, занятых во вредных условиях труда. В том числе, например, даже на медицинских организациях есть работники, которые заняты во вредных условиях труда. Например, если те же сотрудники медучреждений, кто работает рентгенологами, УЗИстами, и у них более 80% от рабочего времени заняты во вредных условиях труда непосредственно с рентгенаппаратом, с УЗИ-аппаратом, то за них тоже должны перечислять обязательные профессиональные пенсионные взносы. Для получения специальной социальной выплаты работник должен по согласованию с работодателем оформить перевод на другую должность, не связанную с вредными условиями труда, или самостоятельно разорвать профессиональные отношения. Вся остальная деятельность сложится на предприятия и чиновников. Как только работник пишет работодателю заявление о расторжении трудового договора, либо перевода на этом же предприятии на более легкие условия, работодатель обязан в течение трех рабочих дней данное заявление о расторжении трудового договора внести в единую систему учета трудовых договоров, проверяет наличие факта уплаты обязательных профессиональных взносов не менее 84 месяцев. Дальше уже из единого системы учета трудовых договоров эти данные попадают в информационную систему Министерства труда, АИС ЕМАКЕТ. И уже в нашей программе, в информационной системе ЕМАКЕТ производится автоматическое назначение других видов пособий, то есть пособий из республиканского бюджета, из страховой компании и из единого накопительного пенсионного фонда. И выплачивается работнику единым платежом. На данный момент уже более ста жителей региона обратились с заявлениями на социальные выплаты. Все они ранее работали во вредных условиях труда. Их денежная поддержка будет меньше. Финансирование этой категории будет проходить из двух источников. Из республиканского бюджета в размере двукратной величины прожиточного минимума, плюс из ЕНПФ с учетом имеющихся пенсионных накоплений. Порядка вот этих вот 100 человек, это было более проще для них подать через центры обслуживания населения. Госкорпорации, правительство для граждан, они приходили, подавали заявления, электронные заявления, поступали к нам на обработку. Что касательно предприятий, то сейчас ведем работу с данными предприятиями. В ближайшее время уже первые заявления от работодателей поступят за своих работников. То есть там есть определенная процедура. Ну, соответственно, это работник, он занимает какую-то ответственную должность. И работателю тоже в каких-то случаях мы понимаем, что сложно его взять просто-напросто и с завтрашнего дня уволить. Ему желательно найти там замену или те его функциональные обязанности переложить на других работников. Данные выплаты будут осуществляться до достижения пенсионного возраста. Затем работник будет получать пенсионные выплаты по возрасту, базовую пенсионную выплату и накопительную пенсию. Ирмекса пара фармания кубов, иртый сахпарат.